Всем привет! Это третий урок шкатулки полезностей от факультета рукоделия. В этом уроке мы научимся вязать изнаночные петли, поговорим о том, как провязываются кромочные петли и разглядим поближе изнаночную и лицевую гладь. В первом уроке мы научились набирать петли, во втором уроке узнали, как вяжутся лицевые петли и освоили вязание платочной вязкой. У меня уже набрано на спицы несколько петель. Берем вязание в руки и рабочую нить накидываем на указательный палец левой руки. Вспоминаем про натяжение нити и первый ряд мы провяжем лицевыми петлями, но сначала поговорим о кромочных петлях. Для того, чтобы у вас получался ровный край в виде косички, первые петли в каждом ряду мы должны снять, не провязывая. Так вот, заводим спицу в петлю справа и переснимаем ее на правую спицу. Остальные петли в этом ряду провязываем лицевыми. Вспоминайте, как они вяжутся. Я буду вязать быстро. Если вам необходимо повторение, включите второй урок. Ссылку на все уроки вы найдете в описании под этим видео. Обратите внимание, последняя петля в ряду также является кромочной петлей. Обычно все рекомендуют провязывать ее изнаночной. Я всегда вяжу ее по рисунку. Если у меня ряд лицевых петель, я ее провязываю лицевой. Если изнаночных, то изнаночной. И на самом деле не так важно, как мы ее провяжем в конце ряда, важно как мы ее снимаем в начале следующего ряда. Разворачиваем вязание и смотрим. Петля, которую я провязала в конце ряда лицевой, идеально расположена в торце ряда. Если я ее сейчас сниму, заведя спицу справа, она останется в том же положении. Главное не уводить нить за работу. Смотрите, если мы уводим нить вот сюда, видите, вся цепочка нарушилась. Поэтому оставляем нить перед работой и снимаем кромочную петлю, заведя спицу справа налево. И теперь уже рабочую нить мы можем расположить хоть за работой, хоть вывести ее вперед. Во втором ряду мы будем провязывать изнаночные петли. Для того, чтобы провязать изнаночную, нить выводим вперед и за нитью справа налево заводим спицу в петлю. Вот так. Дальше спицу заводим над нитью, как бы обвиваем нить вокруг спицы и вытаскиваем нить через петлю. Затем аккуратно снимаем провязанную петлю с левой спицы. Снова перекинули нить вперед, завели спицу в петлю, обвели ее нитью, протянули и сняли. Смотрите, чтобы уменьшить амплитуду движения спицы я делаю вот такое вспомогательное движение. То есть когда мы завели спицу указательным пальцем помогаем обвить нить. Правый указательный пальчик также помогает снять провязанные петли и придерживает их на спице. Покажу еще несколько петель в медленном темпе, чтобы вы могли еще раз проследить за всеми движениями. А вот так быстро вы сможете вязать, когда придет немного опыта. И вот мы дошли до последней петли. Я ее провяжу изнаночной. Теперь смотрите, с этой стороны у нас начинает проявляться изнаночная гладь. Рисунок ее состоит из множества бугорков и она очень похожа на платочную вязку. Иногда их даже путают. Но платочная вязка отлично тянется и вяжется только лицевыми петлями. А изнаночная гладь наиболее плотная, тянется плохо и вяжется попеременно лицевыми и изнаночными рядами. Если мы перевернем образец, то с лицевой стороны увидим лицевую гладь. В отличие от изнаночной, с этой стороны полотно получается гладким и ровным. И оно будет называться лицевая гладь. Итак, третий ряд и все нечетные ряды мы снова будем вязать лицевые петли. И сейчас посмотрим, как снимать кромочную после того, как мы ее в конце ряда провязали изнаночной. Вот видите, петля у нас продолжает косичку, а нить выходит заработать. Там мы ее и оставим. Не стоит заводить ее вперед, потому что она нам нарушит всю картину. Накинули нить на палец, сделали натяжение и снимаем петлю. При этом петля получается перекрещенная. Но мне это как раз нравится. Если вы хотите добиться ровных петель по кромке без перекрещивания, тогда петлю можно снять слева направо. Она при этом развернется и кромка будет идеально ровной. Вяжем лицевые петли. При таком способе провязывания изнаночных петель в лицевом ряду все петли будут расположены передней стенкой правее. Значит и провязывать мы их будем за передние стенки. В одном из следующих уроков мы с вами обязательно разберем, почему петли могут разворачиваться и какие способы их провязывания существуют. Четвертый ряд и все четные ряды мы будем вязать изнаночными. Снимаем кромочную и вяжем изнаночные петли. Итак, я провязала несколько рядов. Теперь более наглядно можно увидеть рисунок на образце. Изнаночная гладь, она вот такая бугристая и, как мы уже заметили, очень похожа на платочную вязку. Как их отличить? Правильно, потянуть. Платочная вязка тянется как резинка, а изнаночная гладь тянется плохо. Еще можно перевернуть на другую сторону. Платочная вязка будет выглядеть точно так же. А здесь мы увидим ровное гладкое полотно, которое называется лицевая гладь. Еще этот способ называют чулочная вязка. Боковые стороны на нашем образце получились ровной косичкой, потому что мы правильно снимали кромочные петли. Вы, наверное, уже заметили, что вдоль набранного края полотно скручивается в трубочку. И это еще одна отличительная черта чулочной вязки. В отличие от нее, платочная вязка всегда будет ровной. А вот эту особенность, подкручиваться, часто используют для декорирования. Специально провязывают некоторые детали по краю лицевой гладью, чтобы получился закрученный в трубочку край. А если такое скручивание вам не нужно, тогда вначале надо провязать несколько рядов резинкой или платочной вязкой. На сегодня урок окончен. Надеюсь, что вам были понятны мои объяснения. На следующем уроке мы освоим с вами вязание резинкой. Продолжение следует...